Впрочем, еще одной косвенной причиной вот такого давления Трампа на Китай может быть Северная Корея, давний союзник Пекина. Ким Чен Ын дал серьезные обещания президенту США и в Вашингтоне надеялись увидеть реальный прогресс по демонтажу северокорейской ядерной инфраструктуры. Но видят типичный политический театр из Пхеньяна. Красивые жесты, громкие слова, восторженные толпы на улицах северокорейской столицы. Вот как во время встречи глав двух Корей на этой неделе. Давайте посмотрим. Ин и Ын уже как добрые друзья. Видятся третий раз за год. Но впервые встреча прошла в Северной Корее. Северяне ко встрече с Мун-Дже-Ином подготовились основательно. В Пхеньяне вдоль дороги на несколько километров тянутся ряды граждан в традиционных костюмах. В руках цветы и флаги с изображением корейского полуострова. При приближении кортежа скандируют «Единая страна». Кроме супруги Ли Соль Чжу, Ким Чен Ына сопровождает незаменимая советчица, сестра Ким Ё Джон. Она следит, чтобы все шло по плану во время приема. И именно она присутствует на переговорах. После двухчасовой беседы лидеры отправляются на концерт в Большом театре Пхеньяна. Завершается первый день банкетом. Стол для Северной Кореи неприлично богат. В супе закулих плавников и ветчина с дыней. После дружественного застолья снова к протокольным делам. Уже на следующий день дружбу лидеры закрепляют на бумаге. В итоговой декларации обещание о денуклеаризации. Простыми словами, устранение ядерного оружия. КНДР обязывается демонтировать ракетный полигон в Тончхане. Еще один в Йонбене закроют, только если США будут соблюдать договоренности. При этом список ядерных объектов Пхеньян так и не предоставил. Мы впервые договорились о плане денуклеаризации. Это очень значимое достижение. Северная Корея проведет демонтаж испытательного полигона и пусковых установок под наблюдением международных экспертов. Мы подписали договор, который положит конец жесткой и трагической истории противостояния. И решили предпринять меры для того, чтобы корейский полуостров превратился в территорию мира без ядерного оружия и угроз. Также стороны решили уменьшить военное присутствие на границе, соединить автомобильные и железные дороги. И даже подать заявку на совместное проведение Олимпиады в 2032 году. Но для жителей Южной Кореи такие перспективы кажутся не такими уж радужными. Многие вышли на протесты против встречи Муна с Кимом. В ядерное разоружение северян южане не верят. Ведь после нашумевшей встречи лидера КНДР и американского президента особого прогресса не наблюдается. Меня огорчило, что президент Мун не поднял вопрос о нарушениях прав человека в КНДР. Кроме Кымчин Ина в этой стране есть еще и 25 миллионов человек. Тем временем сам Кимчин Ин пытался доказать всему миру, что живут северяне совсем неплохо. Повел гостя в старейший ресторан Пхеньяна. Его, мол, посещают и обычные горожане. Угощали там холодной гречневой лапшой. А чтобы совсем убедить Муна в сытости страны, Ким отправил в Сеул посылку. Две тонны деликатесных грибов. В завершение трехдневного саммита осуществили мечту Мун Чжэ Ина. Забрались на священную для всех корейцев гору Пэктусан. Ее воспевают и в южнокорейском гимне, и в северокорейской пропаганде. Там же пригласили Кимчин Ина подняться на самую высокую горную вершину на юге – вулкан Халасан. Пхеньяне над этим пока думают, но посетить Сеул северокорейский лидер уже пообещал. Это будет первый исторический визит главы КНДР в южнокорейскую столицу. Более того, Ким выразил желание еще раз пообщаться с Трампом. А через Мун Чжэ Ина передал американскому президенту секретное послание. Лидеры США и Южной Кореи встретятся на сессии Генассамблеи ООН уже на следующей неделе. Анна Филь, подробности недели, телеканал Интер.